Казахстанские летчики будут обучаться на новых самолетах. Авиапарк Актюбинского института сил воздушной обороны пополнился двумя новыми бортами производства Чешской Республики. Воздушные суда предназначены для перевозки пассажиров и габаритных грузов, но главное, могут подниматься в воздух при экстремальных температурах и тяжелых погодных условиях. До прибытия новой техники авиационный парк института насчитывал 8 вертолетов Ми-8 и 4 самолета. Легкие воздушные суда Л-410 стали настоящей находкой как для курсантов, так и для преподавателей. Им достаточно полосы всего в 400 метров. Впрочем, хороший пилот такой посадит даже в поле. В этом и задача подготовить летчиков, готовых к любым испытаниям, говорят в Минобороны. Данные самолеты будут предназначены для перевозки пассажиров, 19 человек, или для десантирования парашютистов, или как вариант, для перевозки легких грузов до 1000 килограмм. Скорость самолета 400 км в час, заявленная. Дальность полета с полными баками 1300 литров, килограмм, будет около 1200 килограмм. До этого мы проходили практику на легкомоторных самолетах ПИ-2002. Теперь мы проходим полный курс обучения на данный тип техники. Ну, ожидаем хороших впечатлений, то есть самолет много позволяет. За штурвал новых самолетов курсанты смогут сесть уже в начале лета. К слову, в планах военного вуза закупить еще 4 современных воздушных судна. Напомню, Касмжамартукаев поручил сделать казахстанскую армию высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи. На осенних учениях «Батл Той Тарос-2023» глава государства отметил, что в арсенале вооруженных сил страны должна быть передовая техника и оружие. Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все больше распространения получают современные методы и приемы ведения боевых действий. Поэтому вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии. Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами.